Здравствуйте, дорогие наши друзья! 15 января исполняется 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Это русский писатель-реалист, критик, автор острых сатирических произведений. Для читающей России Салтыков-Щедрин был совестью нации. Он приобрел огромный авторитет благодаря злободневности своих произведений. Резкому неприятию крепостничества, открытой поддержке народных интересов. Темперамент общественного судьи, деятельная и активная натура не позволяли Салтыкову ограничиться только областью литературы и публицистики. Писатель был общественным деятелем, честным и ответственным чиновником. Салтыков-Щедрин писатель вошел в историю литературы как мастер-гротеска, смелый экспериментатор с жанровыми формами. Родился Михаил Евграфович Салтыков 15 января 1826 года в селе Спасугол в Тверской губернии в помещичьей семье. В детстве его было на редкость безотрадное, хоть он и родился в богатой помещичьей семье, но жизнь в семье Салтыковых была грубая, чуждая серьезным умственным и общественным интересам. Поэтому Михаил не любил вспоминать о своем детстве, а когда это волей-неволей случалось, воспоминания окрашивались неизменной горечью. Под крышей родительского дома его не суждено было испытать ни поэзии детства, ни семейного тепла и участия. Семейная драма осложнилась драмой общественной. Детство и молодые годы Салтыкова совпали с разгулом доживавшего свой век крепостного права. Все его детство прошло в родовом имении отца Пашихоньи. Имение представляло из себя огромный неуютный дом, похожий на серую коробку, стояло почти на голом месте. К нему лепились многочисленные строения для дворовых, для скота, погреба для многолетних, хозяйственных припасов. За барским имением на многие версты тянулась балонистая равнина, покрытая хвойным лесом. В доме повновластно господствовала мать Ольга Михайловна, которая не только поставила на ноги оскудевшие по месте своего мужа, но и в короткий срок удесетерила состояние семьи. Она была женщиной необразованной, но имела хозяйскую жилку, была жестокой и властной помещицей-крепостницей. Ее жестокость зачастую проявлялась не только крепостным крестьянам, но и к собственным детям. Несмотря на то, что Михаил относился к любимчикам, но это не мешало применять к нему самые суровые меры наказания. «Помню, секут меня, кто именно, не помню, но секут как следует, розгою, а немка, гувернантка моих старших братьев и сестер, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком мал для этого. Было мне тогда должно быть года два, не больше». В память ребенка с самых ранних лет врезались картины крепостного насилия. Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе. Не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Крепостное право, тяжелое и глубокое в своих формах, сближало меня с подневольную массою. С горечью вспоминал позднее писатель. Учиться Михаил начал рано. В возрасте восьми лет он обучился русской грамоте и вскоре пристрастился к чтению. В десять лет успешно выдержал экзамены и поступил в третий класс Московского дворянского института, из стен которого вышли многие деятели науки, искусства, литературы. Салтыков-Щедрин, как один из лучших воспитанников дворянского института, был отправлен в Царско-сельский лицей, который когда-то закончил Александр Сергеевич Пушкин, и где началась его литературная деятельность. В своем первом стихотворении «Лира» он выразил чувство огромной любви к Пушкину. В восемнадцати лет Михаил окончил лицей, однако рейтинг у него был семнадцатым из двадцати двух учеников, то есть пятый с корца, потому что поведение его аттестовалось не более как довольно хорошим. В лицее под влиянием свежих еще пушкинских преданий каждый курс имел своего поэта. На своем курсе эту роль играл Салтыков-Щедрин. Дело в том, что уже в те годы юноша проявил влечение к литературе и испытал на себе сильное влияние статей Белинского. Несколько стихотворений будущего сатирика было даже помещено в библиотеке для чтения и в «Современники». Однако ни одно из этих стихотворений не носит на себе следов таланта. Михаил, к счастью, скоро понял, что у него нет призвания к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о них напоминали. В этих ученических упражнениях, однако, чувствуется искреннее настроение, большей частью грустное, меланхолическое. Недаром у тогдашних знакомых он слыл мрачным лицеистам. Восьмилетнее пребывание Салтыкова в привилегированных учебных заведениях, помимо того, что он получил основательное гуманитарное образование, имело значение для будущей деятельности сатирика. Он в совершенстве изучил весь процесс официального воспитания царских сановников, и это ему пригодилось, когда он впоследствии высмеивал их в сатирических образах помпадуров, градоначальников. После лицея Салтыков был определен в канцелярию военного министерства. Везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь. Такую характеристику дал бюрократическому Петербургу. А литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба. Он не только много читал, но и писал сначала библиографические заметки, где уже проглядывает образ мыслей автора. Его отвращение к рутине, к прописной морали, крепостному праву. Местами попадаются и блестки насмешливого юмора. Важным событием в жизни писателя делилось его участие в кружке революционно настроенной молодежи под руководством Петрашевского. Члены кружка вели шумные и живые беседы по политическим и нравственным вопросам. От этих бесед, вспоминал Салтыков, новая жизнь проносилась над душою, новые чувства охватывали сердце, новая кровь закипала в жилах. Приобщившись к учению о будущем идеальном строе, Салтыков навсегда остается его приверженцем. Любя Россию до боли сердечной, щедрин гневно бичевал в своих произведениях ее врагов, крепостное право, прогнивший режим и порожденные им пороки. Писатель показал нам полную картину жизни всех слоев и классов России за полвека. Крепостную деревню, изнуренную непосильной работой на барина и деревню после освобождения крестьян, когда место барина занял новый эксплуататор – деревенский кулак. Сатирические произведения Михаила Салтыкова-Щедрина остро и метко изобличали пороки тогдашнего строя, поэтому были ненавистны царскому правительству. И в апреле 1848 года он был выслан на вятку за вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу. В середине XIX века вятка считалась окраиной России. Медвежьим углом, околицей лафотной России. Молодой литератор оказался внезапно выброшенным из столицы в глухой провинциальный город. Он чувствовал себя несчастным, горько жаловался на свою жизнь в грязном обывательском болоте. Но, как впоследствии признал сам писатель, почти восьмилетняя принудительная служба вятки явилась великой школой жизни. Как человек умный, образованный, деятельный, он быстро выдвинулся на видное место чиновника особых поручений в губернской администрации. Служба его была связана с постоянными разъездами по отдаленным, глухим местам вятской губернии и соседской губернии. Он всесторонне познал жизнь, быт, психологию разнообразных слоев населения, чиновничества, купечества, мещанства, крестьян. Салтыков Щедрин горячо принимал к сердцу свои обязанности, поскольку они давали ему возможность быть полезным народу. Это все имело большое значение для его литературной деятельности, которая возобновилась тотчас после ссылки. Окончилось изгнание в начале 1856 года, когда после смерти Николая Первого и поражения в Крымской войне самодержавие вынуждено было пойти на смягчение политического режима и на отмену крепостного права. Писатель вернулся в Петербург. Свою будущую жену Елизавету Болтину, дочь вятского вице-губернатора, Салтыков Щедрин встретил, находясь в ссылке. Елизавете на тот момент было всего 12 лет, а он терпеливо ждал ее взросления. Повенчались они уже после возвращения Салтыкова Щедрина в Петербург. Это были совершенно разные по характеру и темпераменту люди. Она воспитывалась матушкой-дворянкой из семьи Нарышкиных, а он матушкой-купчихой в строгой дисциплине в семье, где с двухлетнего возраста наказывали розгами. О своих тести и тещи Салтыков впоследствии писал. Семейство доброе, хотя и бестолковое, живут одни в днем. Если появляется лишняя копейка, то сразу ее испускают. В течение 17 лет у Елизаветы Михаила не было детей. В его жене жила провинциалка, вывезенная в столицу, однако Салтыков обожал ее всей душой и всячески баловал. Маменька Салтыкова не любила свою невестку. Залетела ворона в барские хоромы, говорила матушка после того, как Михаил и Елизавета повенчались. Несмотря на то, что брак их был довольно сложным, прожили они вместе всю жизнь. Дети у Салтыкова Щедрина родились, когда им ушел уже пятый десяток. Он любил их, дрожал над ними, радовался им. Но вернемся к творчеству Салтыкова Щедрина, которая уже продолжалась по возвращению в Петербург. Богатый запас сделанных им наблюдений нашел отражение в губернских очерках, где Салтыков живописно представил все провинциальное чиновничество от мелкого канцеляриста до губернатора в образах взяточников, безжалостно грабивших народ. Очерки эти, где впервые ярко обнаружилось сатирическое дарование Салтыкова, принесли автору шумный успех и сразу сделали его имя известным всичитающей России. О нем заговорили, как о писателе, который воспринял лучшие реалистические традиции Гоголя и стал на путь еще более смелого и беспомощного осуждения социального зла. «Никто, – писал Салтыкович Чернышевский, – не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большей беспощадностью». В 1858-62-х годах Салтыков-Щедрин был вице-губернатором в Рязани, затем в Твери. «Я не дам в обиду мужика!» Эти слова писателя стали девизом всей деятельности его на поприще службы царю и Отечеству. Честный администратор, боровшийся со взяточничеством и извергами помещиками, Салтыков-Щедрин был вынужден подать в отставку по болезни и полностью посвятил себя литературе. А в 1869 году Салтыков-Щедрин начал по частям печатать историю одного города. Это произведение литературоведы назвали вершиной его сатирического искусства. В романе автор Веронич Намтони описал жизнь в вымышленном городе Глупове, а также высмеял деятельность градоначальников и его приближенных. На примере города Глупова показана история самодержавия в России и все ее отрицательные черты. Нежелание власти делать что-то для народа, тирания, страх просвещения. В свою очередь, народ в своем рабском преклонении градоначальникам и боязни перемен, ничего не делал для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Хочется еще сказать о романе «Господа Головлевы». Среди произведений великого сатирика особое место занимает этот роман. Идея Салтыкова щедрена. Разрушение общества начинается с разрушения семьи. В этом романе показаны три поколения семьи Головлевых. Люди этой семьи, непригодные к труду, душевно пустые, ненавидят и боятся друг друга. Идет непрестанная семейная война. Головлевский господ губит самих склад жизни сытым бездельем и паразитизмом. Здесь не жалеют ни больных, ни слабых, ни умирающих. А наибольшей популярностью пользуются сказки Салтыкова щедрина. Это та же сатира, сатира едкая. Первые его сказки были напечатаны в 1869 году. Дикий помещик, как один мужик двух генералов прокормил. Сказки – это тоже итог многолетних жизненных наблюдений писателя. В них он выступает как защитник народных интересов, выразитель народных идеалов, передовых идей своего времени. Снова высмеивал помещище бюрократическую систему и воспевал крестьянский труд. Его сказки напоминали басни. В них был подтекст «Мораль и много иносказаний». В последние годы жизни в 1875-76 Салтыков щедрин лечился за границей, посещал страны Западной Европы, встречался там с Тургеневым, Флавером, Золя. Салтыков щедрин умер 10 мая 1889 года в Петербурге. По завещанию его похоронили рядом с Иваном Тургеневым на Волковском кладбище. Во многих городах, и в Москве, и в Твери, и в Рязани, и в других, установлены памятники и бюсты Салтыкову щедрину. На протяжении всей своей жизни Салтыков щедрин сохранил веру в свой народ, в свою историю. Я люблю Россию до боли сердечной, и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Дорогие наши друзья, а я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующей встречи. Всего доброго!